Это одна из самых секретных автомобильных коллекций в Европе. Более 230 классических ретро-машин десятки лет были скрыты от глаз людей. Коллекцию тайно собрал нидерландец, известный как господин Палмен. Сейчас автомобили выставили на онлайн-аукцион. Владелец продал коллекцию галереи Aldering. Это вынужденный шаг. Палмен уже состарился, не может заботиться о машинах, а наследников у него нет. Коллекционер начал собирать машины 40 лет назад. Первой была Ланча Орелия. Палмену нравились итальянские марки. Он покупал Альфа-Ромео, Мазерати и Феррари. Также собирал немецкие БМВ и Мерседес и британские Ягуар, Астон Мартин и Роллс-Ройс. Есть в коллекции и американские машины, включая Шевроле, Кадиллак и Форд. «Он автолюбитель до мозга костей. Это видно по разнообразию представленных здесь автомобилей. Это на самом деле вершина коллекционирования. Он никогда не зацикливался на какой-то одной марке, а просто следовал зову сердца. В эту коллекцию вложена душа, поэтому она такая особенная». До того, как стать коллекционером, Палмен работал в сфере, связанной с винтажными машинами. Так что он уже был экспертом в этом вопросе, к тому же обладал утончённым вкусом. Нидерландец хранил коллекцию в заброшенной церкви на двух складах и почти никому её не показывал. Боялся, что украдут. «Он был очень осторожен с коллекцией, поскольку любил её всем сердцем и всей душой. Он не чувствовал потребности показывать её другим. Конечно, некоторые люди знали о коллекции, но машины никогда не выставлялись. Поэтому коллекция уникальна. Это как открытие». Палмен периодически заводил машины, чтобы поддерживать двигатели в исправном состоянии. «Нет необходимости всё восстанавливать. Это самое приятное. Большинству классических автомобилей от 30 до 60 лет. Многие были отреставрированы, некоторые даже дважды. Но большинство автомобилей остались нетронутыми». Цены на ретро-автомобили начинаются от 1000 евро. В основном лоты стоят в диапазоне от 25 до 75 тысяч. Но за некоторые машины рассчитывают выручить по несколько сотен тысяч евро. Самая редкая модель – праворульная Lancia Aurelia B24 Spider America. Всего было построено 240 таких авто, и только 57 из них сделали с правым рулём. Онлайн-аукцион продлится до 7 июня. Волнение и слёзы. Но в итоге все довольны. Так в лондонском зоопарке проходят уроки, на которых избавляют от извечной фобии – боязни пауков. На самом деле такая боязнь встречается у многих. Но самые экстремальные её проявления называют арахнофобией. Считается, что это опасное состояние, поскольку оно может привести к несчастью. «Были люди, которые купили дом, увидели там паука и потом не смогли вернуться, и снова продали дом. Были люди, которые даже уронили своего ребёнка из-за внезапной реакции на паука. Можно попасть в автомобильную аварию из-за того, что вы увидели паука. То есть это не мелочи. Такая фобия может изменить вашу жизнь». Чтобы помочь людям преодолеть страхи, в зоопарке работает программа «Дружелюбный паук». По вечерам участники ходят мимо паутин с пауками, трогают небольших пауков, а также держат в руках самых крупных – птицеедов. Именно после этого большинство отмечает, что их чрезмерный страх перед этими насекомыми преодолён. «Я никогда бы не поднесла руку к пауку. Это проклятие моей жизни. Я действительно схожу с ума, когда вижу паука. Без шуток. Это смешно, но я не могу спать, если нахожусь в одной комнате с пауком. Сейчас я в комнате с 60-ю огромными пауками, и я в порядке. Не понимаю, почему, но меня это совсем не беспокоит. Не знаю, что было бы, если бы они действительно ползали по мне. Это уже следующий этап». «Мне удалось пройти через комнату, где свисали пауки. Я сунула руку в коробку, где был паук, позволила пауку пройти по моим рукам. Так что да, я чувствую удивление, облегчение и радость от того, что сделала это». В зоопарке уверены, что такую фобию можно победить всего за несколько часов. «Наша программа представляет собой сочетание когнитивной терапии, знания о пауках и гипноза, который помогает нам преодолеть страх перед ними всего за несколько часов». Программа «Дружелюбный паук» работает в лондонском зоопарке последние 30 лет. Как говорят её основатели, избавиться от фобии удаётся 90% посетителей. Тунисские фермеры в этом году собирают урожай раньше, чтобы хватило хотя бы на корм для скота. В стране продолжается сильнейшая засуха. При этом у правительства не хватает денег на импорт пшеницы, из-за чего в пекарнях заканчивается хлеб. Хасан владеет фермой в пригороде столицы. Говорит, что засадил пшеницей 150 гектаров. Но спасти удалось только 20. Этого хватит лишь для того, чтобы засадить поля в следующем году. На продажу или потребление ничего не останется. «Все эти колосья послужат кормом, поскольку они пусты из-за засухи. Несмотря на то, что мы находимся в районе орошения, мы не были обеспечены водой, что делает эти колосья непригодными для использования». Засуха в Тунисе продолжается последние три года. Впрочем, климатологи уверены, что она может стать постоянной, и в стране со временем станет ещё суше и жарче. Уже сейчас водохранилища высохли, земля потрескалась, а воду стали нормировать. Ожидается, что в этом году соберут только 250 тысяч тонн зерновых. В прошлом было 750 тысяч. Это означает, что 95% злаков власти должны будут импортировать. При этом до засухи в стране в среднем потребляли полтора миллиона тонн злаков в год. В пекарнях уже начали заканчиваться запасы муки. Хлеб теперь есть не всегда. Растут очереди. Наблюдается нехватка и других товаров. Пекарь Исмаил говорит, что будет закрываться, поскольку муки нет. «Мы побывали на четырёх пшеничных мельницах. Муки не нашли. Нам выделили квоту, мы идём в торговую палату. Нас посылают на мельницу. А работники мельницы говорят, что муки нет». В прошлом году Всемирный банк выделил Тунису 130 миллионов долларов, чтобы страна могла импортировать пшеницу по мировым ценам. Кроме того, правительство подняло закупочную цену на пшеницу для фермеров, чтобы их поддержать. При этом президент Каис Саид возлагает ответственность за экономические проблемы Туниса на коррупцию в предыдущих администрациях, а также на деятельность преступных группировок. Около 25 миротворцев НАТО, защищавших три ратуши на севере Косово, были ранены в ходе столкновений с протестующими сербами в понедельник. Между тем, президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной боевой готовности. В Звичане против протестующих применили перечный газ. Те в ответ бросали светошумовые гранаты и другие тяжёлые предметы. А в Лепосавиче миротворцы обнесли ратушу колючей проволокой, чтобы защитить её от сотен разгневанных сербов. Ситуация накалилась после выборов в местные муниципалитеты на севере Косово, где большинство жителей – этнические сербы. Мэрами избрали албанцев, после чего сербы вышли на протесты, забаррикадировав входы в администрации. Вучич обвиняет во всплеске насилия премьер-министра Косово Альбина Курти. Одновременно призывает сербов в Косово избегать столкновений с солдатами НАТО. «Я призываю сербов в Косово, и я знаю, что они чувствуют и как им тяжело не вступать в конфликт с НАТО. Не потому, что я боюсь или потому, что кто-то из нас боится. Нам терять нечего. Просто это то, чего Курти хочет больше всего». Между тем, президент Косово в Йосаосмане выступила с аналогичными обвинениями в адрес Вучича. Она написала, что незаконные сербские структуры напали на Косовскую полицию, офицеров миротворческих сил и журналистов. Также она добавила, что все, кто выполняет приказы Вучича по дестабилизации обстановки на севере Косово, должны предстать перед судом. Возглавляемая НАТО миротворческая миссия в Косово осудила насилие. Она заявила, что несколько солдат её итальянского и венгерского контингентов подверглись необоснованным нападениям и получили переломы, а также ожоги, в результате взрыва зажигательных устройств. Вучич сообщил, что 52 сербы получили ранения, трое из них серьёзные. Сербы на севере Косово не признают независимость Косово, объявленную в 2008 году. Они считают своей столицей Белград. Этнические албанцы составляют более 90% населения Косово в целом, но северные сербы уже давно требуют создания автономных муниципалитетов. При этом правоохранительные органы здесь с прошлого года укомплектованы только албанцами, поскольку сербы в знак протеста уволились из многих госучреждений и служб. Яркие наряды, фольклорная музыка и народные танцы. В Берлин через три года вернулся карнавал культур. Праздник посвящён этническому разнообразию города. Фестиваль длится четыре дня. В районе Кроицберг проходят парады, театральные представления и концерты. Но кульминации считается карнавальное шествие. В нём участвуют десятки творческих коллективов. «Я пришла поддержать отца и его группу. Они представляют культуру моей нации. Также приятно просто погулять здесь, проникнуться происходящим и увидеть, сколько разных людей собирается вместе в этом городе». Карнавал культур проводят в Берлине с 1996 года. Цель мероприятия – показать ценность миролюбия и терпимости. В этом году в фестивале участвуют более ста музыкальных и танцевальных групп, а также других творческих коллективов со всей Германии. Это более пяти тысяч человек. До пандемии праздник собирал более миллиона зрителей. Лохматые ландшафтные дизайнеры приехали на всё лето на губернаторский остров. Он находится в километре от острова Манхэттен в Нью-Йорке. Пять овец будут усердно наводить порядок, поедая сорняки, на общественном пространстве площадью в четыре гектара. Животные прибыли из Олбани. Там есть целая ферма с овцами, которые подчищают от сорной травы местный заповедник. Так что у этих пятерых сезонных работников большой опыт. Ивнинг, Чад и Филипп Эрис приезжают на остров третий год подряд. Боуи и Юпитер – новички. Впрочем, они сразу освоились. Главная цель овец – полынь. Разрастаясь, она образует огромный ковёр из корней. «Овцы любят полынь. Она зелёная и мягкая. Это очень питательное растение для жвачных животных». С работой овцы справляются быстро. «Это экологично. Нам не нужно использовать газонокосилку, которая работает на бензине. Мы вообще не используем инструменты и гербициды. Это полностью органический способ держать сорняки в узде». Избавляться от сорняков нужно, чтобы они не мешали расти деревьям. Овцы отлично подходят для такой задачи. Они не обгладывают кору, как это делают козы. Также, в отличие от коз, овцы не стремятся куда-нибудь сбежать. Так что хлопот с такими ландшафтными дизайнерами немного. А садоводам не приходится полоть вручную. «Овцы дают мне больше времени заниматься тем, что я люблю – садоводством. А они делают то, что нравится им. То есть едят». Лохматый взвод пробудет на острове до сентября, а потом уедет зимовать на ферму. Трагедия в Джамму и Кашмире на севере Индии. Автобус сорвался с моста и упал в ущелье. Среди пассажиров есть погибшие. «Автобус ехал из Амрицара в Катру к храму Мата Вайшнадеви и сорвался с моста в Чхаджаркотли. Не менее 8 человек погибли, около 30 пострадали». Автобус не доехал до Катры 15 километров. Спасательную операцию начали военные, которые выполняли стандартное патрулирование территории. Позже присоединились полиция и спасательная служба штата. Пострадавших доставили в больницу. Что стало причиной, ДТП пока неизвестно. Власти начали расследование. Дороги в Индии – среди самых смертоносных в мире. Так, за 2021 год на них произошло более 412 тысяч ДТП. В них погибло почти 154 тысячи человек. Шестиэтажное здание частично обрушилось в Давинпорте в американском штате Айова. Спасатели работали всю ночь. Из-под завалов вытащили пострадавшего, его отправили в больницу. До этого пожарные спасли ещё семь человек. Они оказались в ловушке на нескольких этажах здания. Им помогли спуститься вниз по пожарной лестнице. Ещё 12 жителей вышли на улицу самостоятельно. В здании было 84 квартиры, на первом этаже находятся офисные помещения. По словам очевидцев, за несколько дней до обрушения из стены со стороны улицы вывалились кирпичи. Также известно, что рабочие ремонтировали фасад. После обрушения в здании обнаружили утечку газа. Также там прорвало водопровод. Причины инцидента пока неизвестны. Власти говорят, что необходимо тщательное расследование. При этом известно, что жильцы неоднократно жаловались на состояние дома. Были проблемы с сантехникой, отоплением и электричеством. Сейчас здание нестабильно. Спасатели работали, рискуя жизнью. Городские власти решили снести дом. Похожий инцидент произошёл в пригороде Майами в июне 2021 года. Тогда рухнула часть 12-этажного жилого здания. Погибли почти 100 человек. Поисковая операция длилась месяц.